Наша новая передача «Народ пишет Коле» кажется имеет спрос. В комментариях и напрямую мне вы предложили несколько новых тем. Они все актуальны, но мой выбор пал на пенециарную систему, попросту говоря тюрьмы и колонии. Будем честными, система все больше и больше приобретает черты сталинского лагеря. Есть предложение для Николая посетить Окрестино. Не с миссией Озаренка, чтобы записать хвалебную и, соответственно, лживую передачу, а своими глазами увидеть степень деградации и античеловечности созданной системы. Если Коля может быть членом правительственных делегаций, то ему по силам попасть на Окрестино, пишут наши подписчики, и я согласен с ними. Николай, нормально ли 30 дней не чистить зубы? Спать на полу или на железных прутьях нар? Насколько гуманно, чтобы в камере на 2-4 человека находились 15-20? Какое отношение должно формироваться у женщин к власти, которые неделями в антисанитарных условиях без элементарной гигиены? Что испытали бы вы, Николай Лукашенко, находясь в камере с котиком? Не знаете, кто это? Это вонючий бомж, которого специально привозят в камеру к политическим, чтобы добавить в этот ад еще больше концентрации невыносимости и античеловечности. Пусть это будет не афишируемый поход на Окрестино. Важно увидеть все собственными глазами, услышать своими ушами и сделать выводы. Я через все это прошел лично сам. И не один раз. И здесь не грамма преувеличений. Ждем Николая на Окрестино в камерах для политических. Думайте, это не больно. Продолжение следует...